Крошка Антошка ТВ представляет Можно ли на гоночной машине добраться до планеты Марс? Ее, конечно, можно запустить в космос, но гоночные машины не предназначены для полетов на Марс. Вперед к Марсу! Может, реактивный самолет долетит до Марса? Давай попытаемся. Набираем высоту. Полный газ. Давай, давай, давай! Нет, ему не хватает мощности двигателя. Нам нужна большая ракета. Но очень большая и очень мощная. На такой мощной ракете точно можно долететь до Марса. Ракета заправлена топливом и готова к полету. Она установлена на стартовый стол. Это специальная пусковая площадка на космодроме. Мы внутри ракеты и находимся в командном отсеке. А это пульт управления. Нам надо ввести информацию о полетном задании в бортовой компьютер. Цель нашего полета — планета Марс. Вот так она выглядит. Расположен Марс в нашей Солнечной системе. Марс — четвертая планета от Солнца. Марс — маленькая планета. Меньше него — только Меркурий. А вот бортовой компьютер сравнивает Марс с Венерой. Он в два раза меньше Венеры. Да, в полете их не спутаешь. У планеты Марс есть два спутника. Как бы две Луны. Называются спутники Фобос и Деймос. Пока Марс делает один оборот вокруг Солнца по своей орбите, проходит один марсианский год. За это время на Земле проходят почти два года. Чтобы перелететь с Земли на Марс, надо просчитать маршрут полета. Планета Земля и планета Марс находятся на соседних орбитах. Целых полгода будет длиться полет на Марс. Значит, ракета должна лететь в точку, в которой Марс будет через полгода. Давай посмотрим. Так. Угу. Так. И вот бортовой компьютер уже построил маршрут на Марс. Вперед к Марсу! Но перед вылетом надо еще кое-что важное сделать. Спускаемся в нужный отсек. Это не то. Кстати, это помещение называется кают-компания. Здесь экипаж этого межпланетного корабля будет отдыхать во время полета. Спускаемся ниже. Мы в грузовом отсеке. Здесь находится марсоход. Это специальный космический вездеход для езды по поверхности Марса. Давай посмотрим, из чего он состоит. Так. Ух ты. Это отделяем, снимаем, убираем. Вот это да! Это колеса высокой проходимости. Это специальная подвеска. Энергетическая установка. Кабина управления. Грузовой отсек с выдвижным манипулятором. Это корпус марсохода. Антенна дальней связи. И навигационная камера. Задача нашего марсохода исследовать поверхность планеты. В почве Марса много оксида железа, то есть обычной ржавчины. Из-за ее цвета Марс еще называют красной планетой. Но нашему марсоходу все нипочем. В грузовом отсеке ракеты есть еще один необычный аппарат реактивный планетолет. Он сможет исследовать планету Марс с большой высоты. Ему будут не страшны пылевые бури, бушующие на поверхности планеты. Еще одной задачей будет исследование горы Олимп. Это самая высокая гора во всей Солнечной системе. Ее высота 27 километров. Олимп – это потухший вулкан. Ну что ж, все приготовления к полету закончены. Башни обслуживания отъезжают на безопасное расстояние. Отводим опорные фермы от ракеты. Начинаем обратный отсчет. Три, два, один. Старт! Набираем космическую скорость. Покидаем атмосферу Земли. Вперед к Марсу! Олимп – это неέко? Продолжение следует...